ТВ-аккаунт радиостанции Коммерсант ФМ сообщил, что во Владимирской области женщина метила кислотой в соседку, а попала в ее внука. Инцидент произошел в Струнино. Соседки поругались и одна пыталась облить другую кислотой. Но, судя по всему, промахнулась и попала ядовитой жидкостью в лицо и глаза шестилетнему ребенку. С места происшествия женщина скрылась. Ребенок же направлен в московский НИИ имени Склифосовского. Еще один ТВ-аккаунт радиостанции «Серебряный дождь» рассказал своим читателям, а именно автолюбителям, о возвращении допустимой нормы алкоголя в крови. Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о концентрации спирта в крови водителя на уровне 0,35 промилле. Это на 0,05 больше, чем было разрешено до 2010 года, то есть до введения действующего ныне сухого закона. А вот минимальный штраф за нарушение ПДД поднимается со 100 до 500 рублей. В ЛГУ «Инфо» проинформировал, что на сегодняшний день на очное обучение в университет подано уже 392 заявления. А между тем приемная кампания продолжается. И последнее. Ксения Кочеткова через Твиттер предупреждает, что по области ожидается град, ливень, гроза. Усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Такая погода сохранится до ночи 26 июня. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере.